На этой неделе Калязин начал получать дополнительные кубометры чистой питьевой воды. После ремонтных работ было налажено водоснабжение из неиспользуемых скважин, которые восстановили практически с нуля. Тему продолжит наш корреспондент. Вблизи места Паулина, Калязинского района, в конце 80-х годов построили, но не запустили в работу водозабор четырьмя полноценными скважинами. Планировалось, что он будет подавать воду в новый строящийся санаторий и город, но запущен, как и сам санаторий, не был. Долгое время считалось, что водозабор непригоден для использования, и вода в Калязин поставлялась из других мест. Сейчас наше потребление 1600 кубометров, и, конечно же, не хватало. Вот если порыв, если там электричество отключается, сразу же ощущается нехватка воды на верхних этажах, порой и во всех домах. Понимая, что без увеличения количества воды невозможно добиться и улучшения ее качества, руководство местного водоканала при поддержке главы района предложило попробовать провести работы по запуску одной скважины используемого водозабора. Активные работы по ее восстановлению начались в марте этого года. Чтобы запустить скважину, мы произвели промывку, подключали трубу, выводили ее на рельеф. Она у нас промывалась в течение 3-4 дней. После этого мы сдавали анализы. Анализы по составу воды, она соответствует. Потом мы уже соединяли все. Оно идет, уже подается в систему, и километр 700 подается на Тверскую скважину, в полисербуар чистой воды. В завершение отремонтировали павильон для скважины, подвели линию электропередач, испытали и отремонтировали старый водовод до города. В результате работы объем подаваемой воды увеличился на 25 кубометров в час или до 600 кубометров в сутки. Сейчас задача местных властей запустить в работу 3 станции очистки и приступить к промывке трубопровода. Сейчас, ввиду того, что воды достаточно, мы сейчас будем запускать станции водоочистки. Конечно, они бы простые, примитивные, но, тем не менее, на первое время это будет достаточно станции водоочистки и промывать водопроводные сети, которых очень много тоже накопилось, грязи, ржавчины тоже надо вычищать. Параллельно в Калязине ведется работа по подготовке технического задания на работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. В рамках реализации нацпроектов «Чистая вода» и «Чистая Волга». Сейчас изучается опыт других городов, где используется безнапорная система подачи воды с использованием больших резервуаров, что является более экономичным и надежным способом водоснабжения.